Бокер Тухшалам Алейхимши, Деверей Тавраил, Ебни Шмарь, Поро, Фсалим, Лахстахатам Исраил, Лухватам Исраэль, Ухрану Лухваст, Лешлема Лецюн Банестер. Гамария Лавад? Мазал. Мазал. Продолжаем хокле Исраэля, Йом Шшени, Парашат Байт-Ханан на понедельник. Сегодня читаем 4 пасуха, которые соответствуют букве Y, святого имени Всевышнего Бен. Говорит пасух. Вчера мы сказали, что Всевышний сказал Муше, укрепи Йошуа, что он ведет евреев в Израиль. Говорит пасух. Говорит пасух. Венешев Багай муль Бет-Пеор. И мы находились в долине напротив Бет-Пеора. Если вы помните, где это Бет-Пеор, Бет-Пеор это там, где евреев соблазнили медианцянские и муавитянские женщины. Это был Баал-Пеор. Говорит Раши, вы не сматим лавудат куховим. То, что написано там, и мы сидели в долине, и вы прилипли к идолопоклонству. Ваал-Пеор, Бекен. И несмотря на это, следующий пасух говорит. Веата Исраэль, а сейчас еврейский народ. Шма элахуким, веэлом и шпатим, а шеранухим мэлеметет хэм лаасос. Слушайте законы и постановления, которые я учу вас сегодня, чтобы вы их исполняли. Для того, чтобы вы жили и пришли. И унаследовали землю, которую Всевышний Бог ваших праотцов дает вам. Веата Исраэль, говорит Раши, шмай лахуким, веаколь махуллах, ваани лозахитили и махаэль лии. Мушей Равен говорит, несмотря на то, что вы там, как он говорит, прилипли к Баал-Пеору, вы прилипли к идолопоклонству. Несмотря на это, Бог говорит, вы зайдете верить в Исраэль и удостоитесь землю, которую он обещал Абраму Искаку Якову. И вам все прощено. Я же не удостоился прощения. Я верить в Исраэль зайти не могу. Следующая посуда говорит. Не добавляйте к тому, что я вас учу, и не убавляйте. Должны охранять заповеди Всевышнего, Бога вашего, который я вас сегодня заповедую. Что значит? Не добавляйте. Человек, у нас в цвелине есть 4 пороши, 4 отрывка истов. Человеку не можно писать 5, я хочу сделать цвелин лучше. Или дальше говорит Раши, у нас в Этроге или Луаве есть 4 вида растений. Человек не может добавить 5 и сказать, я сделаю больше. Это, я думаю, мы посмотрим 2 заповеди, 1 появительная, 1 заповедительная. 2 заповедительные заповеди, не добавлять и не убавлять. И четвертая посуда на сегодня, Энахэмараот. Говорит Мошер Бену. Ваши глаза видят то, что Всевышний сделал этому идолу Балпеору. Каждый, кто приблизился к нему, Всевышний уничтожил из вашей среды. Говорит по суду. На ви на сегодня это продолжение того, что мы начали вчера на хаму успокоения еврейского народа после разрушения Бетамикдаша. Здесь Всевышний успокаивает, что Бедра Дашем он снова вернется и уничтожит наших врагов своей крепкой рукой. Теолим на сегодня, Ктувим, это 44 глава из Теолима, 20 по 23 посуду. Дед Давид Амеля говорит, даже куда бы мы не пошли, сколько бы мы не мучились и мы не думали, что Бог нас забыл, мы его никогда не забудем. Из-за Всевышнего нас убивают каждый день и считают овцами на заклане. Еврейский народ убивает. Еврейская кровь дорого не стоит, к сожалению. Сегодня это может по-другому, но в течение столетий, тысячелетий. Из-за Всевышнего, потому что мы еврейский народ, потому что мы дети Всевышнего, потому что мы изберем народ Всевышнего, из-за этого нас считают овцами на заклане. Мишна на сегодня, это трактат Хагига, глава первая. Мишна говорит так. Аколь хаявим бария. Все обязаны прийти в Бетамикдаш и увидеть. Увидеть Бетамикдаш, увидеть службу Бетамикдаши. Худ, кроме мехереш, глухого, как мы сказали на трос, кто это глухой, это глухонемой. Не обязанности в Иерусалиме на Песах, что вот сукот. Здесь он объясняет Мишна Делезер, что даже если он глухой на одно ухо, не только глухонемой, а здесь только глухой на одно ухо, как написано. Он объясняет, потому что написано там, и придете, чтобы увидеть лицо Всевышнего, увидеть Бетамикдаш. А затем написано, для того, чтобы вы слушали. Человек, который не слушает, не может слышать, он особо ждет. Вещь, которую не говорит, тоже. Это во время Бетамикдаши. Сейчас не обязательно. Сейчас не обязательно, но есть люди, все те, кто живут в Израиле, они обязательно на Песах, Шавод, приходят в полямоед, именно туда помолиться, чтобы, как бы, может быть, эту миссу нам засчитали, что мы исполнили. К стене плача, да. Глухонемы приходят, да? Глухонемы освобождаются. Нет, туда не приходят, вы говорите. Не обязаны приходить, не обязаны. Вы говорите, кто обязан пойти? Они освобождены. Шоте, умолешенный. Катан, мальчик, которому не исполнилось еще 13 лет, потому что они освобождены от всех миссуов. Тум-тум, это ребенок, который родился, непонятно, мальчик или девочка. У них есть маленькое отверстие, и непонятно. Обычно, когда это разрывают, то видно, это мальчик или девочка, нужно там кожу раскрыть. Андрогинус. Андрогинус – это и мужчина, и женщина. А тут что было? А тут было ни то, ни это. Непонятно, что. Такое бывает? Такое бывает. Андрогинус – это двойной. Они освобождены. И женщины также освобождены от того, чтобы приходить в Иерусалим на праздники. Потому что написано, «Все мужчины ваши должны прийти». И рабы, которые не освобождены. Почему? У них закон, как у женщин. Написано там. «Вам, Бево, Коль, Исраэль». Все евреи должны прийти. Они не считаются. Поэтому мы утром говорим, благослови Всевышнего, который не сделал меня женщиной. И не сделал меня рабом. Что значит? Это не значит, что мы унижаем. А значит, благослови Всевышнего, так как я мужчина, у меня есть больше митцвот. У меня есть больше возможностей приблизиться ко Всевышнему. Дашь говорит Мишна «Ах, Игер». Игер – это хромой человек. Тоже не обязательно? Тоже освобожден. Потому что написано «Шалош Грегалим». Как праздник называется? Грегель. Да. «Три ноги». «Три ноги». «Песох Шево Цукот». «Вэга с ума и слепой». Даже если он слепой на один глаз. Там же написано «Увидит и услышит». Уже не взяли слышать что ли? Нет. Он должен и видеть, и слышать. И видеть, и слышать. Значит, люди с увечами не могут прийти. Нет. Мы не говорим, что они не могут прийти. Мы говорим, что они не обязаны. Кто освобожден. Кто не должен приходить. Все остальные обязаны. Эти хотят прийти. Они могут прийти. Но они не обязаны. «Вэга холе» – человек, который больной. «Вэга зэкен» – человек, который старый. Умит. Одним словом «Депет». Тот, кто не может сам подняться к храму в горе. Не может сам подняться. Он освобожден. Он не обязан туда идти. Они могут, но они не обязаны. Не запрещено. Они не обязаны. Они не обязаны. Они могут прийти. Отсюда видно, что они могут прийти. Не написано, что они не могут. Написано, что они патур. Они освобождены. Мы знаем, что в храме Коэнь, который с увечами, с дефектами не имеет права работать. Даже работать. Не имеет права служить. Никто не говорит. Давайте не сможем. И мы будем не закончить. Дальше. «Блимин Аль шебарабайт асул и конец бимин Алло. Кто? Человек, который должен приходить на храм и гору без стуфлей, босиком, туда в стуфлях заходить нельзя. Храмот человек, который тяжело ходить старым, им тяжело ходить без стуфлей. Поэтому сегодня там есть лестницы и мрамори кирпичные, оранжевые, камни, песок, поэтому нужно было ходить. Он говорит, что деревья дурор, им тяжело под comin' к고요, которые учатся на храм и заберут партии Бетами. Бетами говорит, что Hell Economy, а ребенок, который не может Залез на плече своему отцу, и так прицепь в Иерусалим. Любой кто меньше младше этого, он особо не знает. В Бетхилл он говорит, что все, кто может быть въедом, И в Бетхилл он говорит, нет. Любой мальчик, который не может взять папину, И вместе с ним пойти до храма и горы, он особо не знает. Еще он сказал, как написано в пасух, Три регалии, три ноги, Что могут быть въедом, тот кто может подняться Судо своими негами. Когда мы сказали, что ребенок, который может сам ходить, Да, он от этой митцвы освобожден, Но отец его обязан воспитывать. И обязан его учить, что нужно на праздниках идти в Бет-Амикдаш. Это мечта на сегодня. Гмара на сегодня говорит так. Гмара, также Масакет Хагига, лист третьей страницы первой, Гмара говорит так. Тану Раббана, учили мудрецы, Марсэй бен Раби Йохонан бен Берока, Раби Елазар бен Хисмаш, Ельху лакбил пне Раби Йошуа бипкиин. Два мудреца Раби Йохонан и Раби Елазар Пошли встречать своего равина Раби Йошуа город киим почему это был йом то митсва есть чтобы человек пошел проведал на вену своего равен объем топ омар лаэм он сказал им рабио шуа махи душа я бы в этом бедра шайон какой хитуш сегодня вы узнали в ешиве чего нового раскрыли в ешиве амру ло талмидеха анну умимеха анну шотим они сказали мы твои ученики твою воду пьем то есть мы должны от вас учиться а как бы вам сказать что он им сказал амар лаэм афаль пикен ешал об этом дрожь белок и душ как бы там не было он говорит невозможно чтобы в ешиве занимали истории и не открыли чего-то нового он спрашивает их шаббат шельми айта шаббат шель в биразар беназар айта че это был шаббат если вы помните с вами говорили что было время когда голову сангерина убрали поставили рб и разар беназаре то он сказал вот мне как 70 лет потом его основу брали его оставили на неделю три недели был предыдущий на си он спрашивает кто был сегодня носить на шаббат кто и на этой неделе чей был они сказали раби и лазар беназаре у вами айта от гадахаю что он рассказывал сегодня амур лоб и парашат аккель они сказали мы говорили про парашат аккель аккель это что если митва седьмой год в шмита собирать весь еврейский народ чтобы он собирался в иерусалиме после праздника суккот и там за что ему тору дивре тора он говорит так ума дарашба ну что он сказал раби и лазар беназаре хаккель это ама анашин вя анашин вя атав им анашин боимли модно чем боли шмак написано то ли так собери народ мужчин женщин детей так он говорит если мужчины боя для чего мужчины приходят изучать то для чего женщины приходят слушать женщина от изучения тора освобождены они обязаны выучить свои аллахов что намат солить не до шаббат это они должны знать мы должны изучать даже концепты которые мы не понимаем это тора поэтому говорит мужчины приходят учить учить вторую женщину приходит женщины приходят слушать что им считать царь мишне тора книгу дворим они повторяли заново как лама баин а детей для чего надо приводить они ничего не понимают я в ригмара баин кедэй литэн сахалами вен детей приводят для того чтобы дать награду тем кто их привел мало и маргалитова это бьет хэм уби каштэмли обдам имени их равен сказал на берушу у вас такая была драгоценная жемчужина а вы хотели чтобы я ее потерял вы не хотели мне ее раскрывать когда я вам сказал что вы учили дальше говорит 2 отдараш дальше они говорят он еще говорил раби лазар бен азария это шэм хэ эмарта айон гаа шэм и мерха хайон написано там книги дворим что вы сегодня назначили или как бы сделали бога своим царем и бог вас сделал своим народом сегодня говорит он так амалай макадож воруху ли израэль сказался обычный еврейскому народу раби лазар бен азария объясняет теперь этот поступок а тем оси туньи хат тиба ахат баулам вы сделали мое имя единым вы меня сделали единым когда когда мы говорим что бог один и диктив диктив шмай срэлэ шэм элкэн ошэм хат слушай еврейский народ слушай еврей бог сисили наш бог один бог говорит им за то что вы говорите что сделал меня единым ва ани эсэ этхэм хат тиба ахат баулам и я также вас делу единым единственным как написано начали марку микам тайт свои играх арест как как твой народ единственный народ на земле как твой народ еврейских и действий так как мои говорят что у нас реально написано что мя и у всевышнего как бы есть твилин у нас написано шмай сраэл а чем о чем написано у бога в твилине он говорит что вы еврейский народ единственный народ на земле вы один народ на земле в афгум потах ведараш теперь здесь есть объяснение написан здесь и также он варьевает кто он по одно объяснение что это продолжает говорить слова раби элизара бен азаре марша за объясняет что это уже раби ушел кому они пришли навестить он начинает говорить по так видараш он начал говорить это посылка сколит колит эта книга я думаю по-русски переводится экклезиаст она сама написано очень тяжелым языком остальные люди не люди по сравнению с время они не люди у бога есть один народ на земле это еврейский народ единственный народ на земле опять бог один еврейский нам больше нет такого народа как еврейский народ кто готов ради бога умереть кастрин физики и и еще столько с недельским делом он создал но не мы не говорим что они такие как евреи по сравнению с евреями другие народа они ни за что не зачитываются мы утром читаем каждый день что другие народы они кемар медли кемар медли когда вы воду вылили в ведре остаются остаются несколько капель вот эти капли как бы там ни было есть один народ на земле который еврейский народ Если мы так будем говорить детям, они же не будут говорить, что ты не человек, а я человек. Это значит, что когда евреи заберут себе всех красивых женщин, заберут себе все женщины, будут купаться в ванне с шампанским. Нет, еврейский народ не для этого избран. Еврейский народ это свет для других народов. У нас ответственность больше. У нас ответственность. Мы не говорим, что у нас кровь красная, как эти нацисты и Махшиман говорили. Мы принимаем неевреев. Мы не скажем, что они не люди. По сравнению с евреями нет другого такого народа, как еврейский народ. Мы должны учить своих детей, что мы избраны, но это значит, что у нас ответственность больше. Мы должны вести себя правильно. Поэтому он говорит так. Махшиман говорит, что Махшиман говорит, что молитвы нет другого народа, как девушевая. Это один из них. Я посмотрел пару переводов, по-русски перевели «дарвонот» как «бадец», иначе это «бадец» по-русски, другой перевод как «шпоры». Или дальше говорит Шлома Амелех и их слова мудрецов как «гвозди, прибитые в хозяин собраниях, даны одним пастухом». Что значит? Сейчас нам Тори и Рабили, завтра я говорю, что объясняют. Написано здесь так. Почему слова Тори сравниваются с этими шпорами? Что они скажут? Что? Это можно посмотреть в Дарван, это как ермо, которое есть на корове, когда вот этот бык пашет землю, направляет его прямо идти. Он говорит, как вот этот плуг направляет эту корову, когда она вспахивает землю. Для чего? Для отцы хаим ла улам. Тем, что она вспахивает и там будет сеять, благодаря этому будет продолжаться жизнь на земле, потому что будет пропитание. Так же говорит, Дивре Тора Слава Тори направляет тех, кто их изучает, с пути смерти на путь жизни. И ма дарванзен металтел а в Дивре Тора металтелин. И ма дарванзен металтел, а в Дивре Тора металтелин, талмудламар масмирот. Что мы можем сказать? О, ну что, этот плуг, он движется? И так выходит, что мы можем Дивре Тора тоже двигаться, отсюда туда как подстраивать под себя. Поэтому дальше говорит талмудламар масмирот, что мы сказали дальше по сути говорить, что Дивре Тора слова ма дарванцов как гвозди. И ата масмирзе хасер белуятер. Что получается? Когда мы забиваем гвоздь в стенку, в деревяшку, да? Что происходит? Он уменьшает эту деревяшку. Куда это дерево, которое там было девалось? Гвоздь же занимает какое-то отверстие? Пространство. А? Он сжимается. Поэтому что делать? Он уменьшает вот этот объем этой доски. Он говорит, что Муамелик говорит, что Дивре мудрецов, они как гвозди, которые уменьшают объем этой доски. Выходит, Дивре Тора тоже уменьшается, а не увеличивается. Талмудламар нету им. Что говорит Талмуд? Что говорит Шлому Амелех? Они посажены как саженцы. Как то, что человек посадил это дерево, оно растет, плодится и размножается, так и Дивре Тора увеличивается. Баале, Асуфот, Элу Талмудеха Хамим. Кто это хозяева собрания? Асуфот. Элу Талмудеха Хамим. Шейошвим, Асуфот, Асуфот. Это мудрецы Торы, которые сидят кучками или сидят в бетамикдаше, собираясь. А как мы объясним, если гвоздь забьешь, прежде чем забить гвоздь просверлить, потом забить, тогда что выходит? То же самое? Не мешается. Как ничего? Наоборот, просверлишь, она уходит. То же самое, просто то, что вы делаете гвоздем, когда вы его забиваете насильно, раздвигаете доску. Здесь вы просверлили, вы этот объем доски вытащили, выкинули, да? Просто здесь имеется в виду, что если мы сказали, что слова мудрецов, как вот этот клуб, который тянется за корову, он постоянно двигается туда-сюда. Потом Талмуд говорит, что Муаммель в том же посылке сказал, что это как гвоздь, который стоит на месте. То что выходит? Слова Торы нельзя добавлять или уменьшать? Он говорит, нет, слова Торы, они растут. Всегда в каждом поколении есть новые открытия. Как в нашем поколении появился телевизор, холодильник, телефон. Мудрецы нашего поколения селись с физиками и химиками и решили, это считается зажиганием. Могли они или нет? Мы ничего не добавляем, но мы ничего не добавляем. Но есть, мы говорим, что хидуш, есть новые открытия, которые были скрыты, они всегда в этой Торе есть. Объяснения. Объяснения. Разъяснения. Поэтому он говорит. Теперь, сидят в бета-митраши, он говорит. Халалу посылим в халалу макширим. Сидят в бета-митраши, талмиде, хахамим. Пришли к ним закон. Эти говорят, это чисто. Эти говорят, это не чисто. Как так? Халалу осылим в халалу матырим. Эти одни запрещают что-то, что нельзя есть, одни разрешают. Халалу посылим в халалу макширим. Эти говорят, что это посоль непригодный. Эти говорят, что это кашир, это пригодный. Например, пришли свидетели. Одни говорят, что свидетель не каширный. Другие говорят, что он пойдет. Или Коэн. Он посыл или он каширный. Человек что-то может сказать? Как я могу Тора учить? Постоянно спор. Рабай один сказал так. Второй Рабай сказал так. Как можно так Тора учить? Талмуд Ломар объясняет Талмуд. Все эти разногласия, все они были даны одним пастухом. Они должны были даны Всевышним. И все они исходят из нашей Торы. Парнас Эхад Амаран. Парнас это как фонарь, но имеется здесь в виду лидер общины. Один их сказал. Кто это был? Моше Рабену. Как, например, когда мудрецы спорят, как мы говорили не один раз, они должны привести подтверждение своему мнению, своему открытию из пастуха, из Торы, из пророков или из Писания, из Танаха. Он говорит, нету случая, чтобы мудрецы привели пастух из пророков, который противоречит пастуху из Торы. То, что Моше сказал, никто этим не может спорить. Дальше он говорит. Мипи адон кола ма асим. Баруху дихти вайдабер иллюим. Этколь хадебарима эле. Моше это сказал. От кого? От единственного властителя. Всевышнего благословен. Он, как написано в книге Шмот, и говорил Всевышний все эти слова. Афата асе озняха, кя фаркесет. Моше мог забыть, что он напомнил ему одно из его словений. Моше не мог забыть. То, что он забыл, то написано, что он забыл. То, что он забыл, то написано, что он забыл. Поэтому, когда Корах стал спорить с Моше и сказал, почему он тададам, поэтому Моше всегда молился, чтобы Бог попростил всех. Про Кораха, что он сказал? Пусть провалится под землю. Почему? Если он сейчас говорит эту одну Аллаху, чтобы Аарон должен быть кое-нибудь, я придумал от себя, он это скажет. Второй скажет, вторую Аллаху, третью скажет, и от Тора ничего не останется. Поэтому он говорит Моше Рабену, то, что передал, это сто процентов. Теперь. Поэтому он говорит, и ты сделай свои уши, слушай и принимай все эти споры. Собирай информацию сегодняшним языком. Будет время, когда ты это все поймешь. Например, я вам скажу, когда начали учить трактат Шаббат, он начинается с очень тяжелых законов. Первые 10 листов очень тяжелые. И первые 10 листов связаны с законами выносить и заносить. И когда мы начинаем Талмуд учить, он не такой, как мы привыкли. Мы привыкли учить, чтобы все было по порядку. Сначала А, потом Б, потом Г. А он начинается непонятно откуда. И вы начали отсюда. И он говорит, а дальше мы будем это учить. И через 100 страниц, это если мы учим один лист в день, через три месяца мы дойдем, то, что написано на второй странице Талмуда. И уже там это вы сказали. Давайте оттуда начнем. Почему надо все вот так? Вот так Талмуд. Вот так он построен. И когда весь трактат пройдет, потом все, как пазл, все встанет на свое место. О, я это тогда учил. А вот это где это все здесь. Поэтому он говорит, вопрос задавать не надо. Надо вперед. Слушать и принимать. Поэтому он говорит. И потом человек сам выводит Таллаху. Научится выводить Таллаху. Он говорит, он к тому пишет так. И купи, приобрети себе сердце, которое понимает и слышит и слова запрещающих, и слова оскверняющих, и слова очищающих. То есть научись принимать. Ну как так? Вот так. Научись принимать своим сердцем. Слова запрещающих, и слова разрушающих. Слова запрещающих, и слова разрушающих. Слова, которые говорят посольство, которые говорят кашир. Такими словами. Когда они это все ему сказали, сказал Раби Ушуа. Он говорит, поколение, в котором живет такой мудрец, как Раби и Лазар бен Азария, это поколение, которое не является сиротой. Ему было всего 17-18 лет. Он взял всю Тору наизусть. Он взял все. И то он тогда сказал, мы читаем в Пасхальной АГД, вот мне как 70 лет, но я не знал, что нужно Шмайцарев говорить и утром и вечером, пока не сказал это Бен Зома. Бен Зома это еще один мудрец. Это мы закончили гомору на сегодня. Раба, можно ли спросить, вот эти комментарии к этим Талмудам, вы якобы так и опомнилтесь. Оно исходит в основном от Всевышнего. Мудрецы высказывают. Все комментарии, которые у нас есть, они от Всевышнего. Поэтому человек, который хочет говорить свои комментарии к Талмуду, сначала должен все комментарии, которые есть, пройти. И когда он это все уже прошел, и Бен Заташем, благодаря его изучению и его усилиям и знаниям, Всевышний откроет ему новые секреты, которые другим мудрецам не открывал. Но перед тем, как писать свои комментарии, он должен все другие комментарии пройти. На этом мы закончили гомору на сегодня. Зоар на сегодня говорит так. Паршатвайетханан, лист 260, и самеца вторая. Батфилатцарикламутки энмалахэээльон, лид хабэр и там. Говорит Зоар, когда мы молимся, мы должны стоять в молитве, как ангелы небесные. Как у ангелов есть одна нога. Поэтому мы две ноги должны ставить вместе, чтобы они выглядели как одна нога. Берегеля шара, лид хабэр и там. Шэхэм никраим аундим. Ангел называется кто? Стоячие. Ангелы, они стоящие. Как мы говорили, как Хахамбарух, он сказал. Они любят беседесные, как мы говорим одна нога. Ну, опять, это все афоризмы для того, чтобы мы поняли. Теперь, как Хахамбарух сказал, если твой равен как ангел, учись у него. Если нет, ты не должен у него учиться. Ну, где такие ангелы сегодня есть? Хахамбарух сказал, кто это ангел, написано здесь. Ангелы, они стоящие. Если твой равен готов поступиться своим изучением Торы, чтобы тебя обучать своим улучшением себя, то тогда у него учись. Поэтому говорит здесь, это то, что написано здесь. Ангелы, они называются стоячие. Как Бог ангела создал, он не может улучшаться. Мы же можем. Но молитвы должны стоять на одной ноге. Шэхэм никраим аундим. К Мошене Мархе написано Захариян. Написано в Захариянове, и я дал тебе проходить между этими стоячими. Это там написано, я думаю, про Ишмайл Коэнгадор, когда он поднялся. Бог ему говорит, видишь, они стоят, а ты можешь с ними ходить. И человек должен, у него должна быть скована перед владыкой, своим владыкой и просить у него свои просьбы. Бог уре, смотри, говорит. беша ашадам камни витата баха судара и ласок батара там махрис коре она бы умер смотри когда человек становится просыпается в полность для того чтобы изучать сторону махрис глушатая объявляет на нем на небесах что объявляет по сути стиль и ма 10000 это глава и не барху это донай поля в донай а он дим в этот найбален вот благословите всевышнего все слуги всевышнего стоячие доме всевышнего ночью сейчас когда он теперь стоит шахарит перед всевышним своей молитве о то а махрис коре алавы умер тот же глушатая про него говоришь а что венатати леха мярхим бена он дима или я дам тебе проходить между этими стоящими ангелами что я ле ле ла ма брия бена малахим агникраим умди что человек во время своей молитвы поднимается в мир берия как мы вчера говорили как чай должен в полночь просыпается изучать стол изучает тору нет он одевается цит одевает 3 начинает молиться дальше здесь мы уже дошли до молитвы ахар шагамар филе то операционных неадоно постоль чек закончил шумуна эсре перед всевышним с желанием аре ими думши царих линцор на все убирационно левле лото а макомши царих что человек должен сделать он должен отдать свое сердце всевышним как-то сделать меха маяц о бишь доля адам кант подходит есть несколько идей советов как это сделать вообще а он говорит так учащая твила не стойма колотом а милин шоутия дамы пью битвила и кулау лимли мало когда человек закончил молиться все слова которые человек произнес говорит зоар все слова которые произнес поднимается наверх упок и им оберим у киим а чим и гимли маком шим и гим и они пробивают все небеса и доходят до того места куда они доходят лимком каббалат сфилот место где принимается молитвы уметь отрим берешь амелях дался мема тара и что из этих слов нашей молитвы собирает корону и одевает эту корону на голову всевышнего если можно так сказать даже он говорит баре миду ахамерим от филашим макеша адам лакадош баруху уже объяснили он говорит наши друзья то есть мудрецы что молитва в которой человек просит у всевышнего царих лакоменши дед филатота хану ним молитва должна у нас быть просьбой имбан и мальбами ко всевышнему они автоматически вылетают ми айн лану за откуда мы это знаем мимоше диктива и ладунай да и целота ма аль язу яд филатова откуда мы знаем что мы должны умолять бога от моши рабену как наша голова называется ва-эт-ханан ваше говорит я умолял всевышнего я просил его это самое лучшее молитва говорит зоа да хазэ бурэ он говорит миша умеет битвила царих лея шерогла взе цель зеве ими дюму тот кто молится должен поставить две ноги вместе как мы уже сказали бе царих лиха сотру шоке фиша умеером он кефи кемиша умельник не омелях и человек должен покрыть свою голову как человек который стоит перед царем и он должен закрыть свои глаза когда молиться самая лучшая молитва это закрытыми глазами почему чтобы не смотреть на шкину то есть мы должны знать что в синагоге находится шкина мы не видим к сожалению она здесь и у и цифра нише по тех и нам биша написано так цифра миша подрягая нам биша датфилат амида ошейну маш пили на вла арец магдимана малах амабеет человек который может с открытыми глазами человек которое открывает глаза во время молитвы или не смотрит глазами вниз а по сторонам как на шарнирах глаза он говорит что происходит с ним магдимана перед смертью 1 кого он видит он видит ангела смерти человек который удостоит он вич кину но check through мощь с открытыми глазами он не дает поэтому самое лучшее место для молитвы это около стенки даже если я открыл что я увижу стенку перед собой и ка-шерте цена все лоиста кельбе о рашкина поэтому говорит человек который может открытыми глазами сможет по сторонам когда он скончается его душа не увидит всевышнего ка-шер не увидит я фальпи щекотувки логер они адам ваха и айму баха им написано в том еще и не увидит меня человек и останется живым когда мы ему может быть не сицы там и голову должны закрыть глаза вот так можете может закрыть тоже не увидит кто свои глаза охраняет он весь священного поэтому говорит несмотря на то что написано в той как вы говорите не нету человек который увидит меня и останется живым не останется живым но перед смертью ка-шер умирает он весь священного а барби митата берега охрана но перед смертью в последнюю секунду вру имя ташки надо было искали рот вид мы видим с шкину но тот кто может закрытыми глазами говорит зор он не удостоится увидеть бога не дай бог мишем не за зерби хода шкина тот кто пренебрегает уважением члене чем обидно хузба и чем умен мулашкина смотрит по сторонам когда стоит напротив шкины во время молитвы из из ул за льху бео то бео то и и не сракла и им будут пренебрегать в тот момент когда он должен увидеть шкину это кто к нашему на эсре да иногда мы как говорим так нормально это это лучше не но самое главное что мастер адау как написано шумуэль анави ми ким мэхабдай ахабет у боза екалу написано там уважающих меня я буду уважать а унижающий или пренебрегающий мной будут исчезнуть везе у миши мистакель башкина бешаши умник полет кто это пренебрегающий шкино это тот кто смотрит на шкину во время молитвы то есть смотрит вперед открытыми глазами можно смотреть в седу мужчина у кого они не только у коэна то поехали дать шоэль эх гаджи он говорит эх а та умершая заместитель башкина чем мистакель баа он говорит как ты можешь сказать зор спрашивает что тот кто смотрит на шкину он пренебрегает ей да ло эх ехо ладам мистакель башкина вару не марки луи ранее ана ваха как он может шкину видеть написано что человек увидеть не может улички но и остаться живым умещив отвечает рак а ла адам на даче бодай шкина умели для фона что действительно как вы говорите мы шкину не видим но человек должен знать что шкина находится перед ним синагоги грамм молится находится перед ним когда он молится адау дефтиф как написано еще я анавей его ясеев киския у панам и лакир если помните когда хиския он не женился потому что знал что у него будет грешные дети пришел порог сказал для того чтобы митву не исполнил ты умрешь написано так и повернулся хиския у к стене что значит и не чешам шокен это шинам теках ло царе глиот давар поцель бенов венаки и миду где находится шина у стены есть написано к повернулся с члены одно из объяснений что он молился от стенок своего его сердца но здесь просто просто если просто посмотреть за говорит что где находится шкана ушкин и поэтому человек который стоит синагоги ничего не должно разделять разделять его между ними стеной теперь люди которые стоят в нем может все 200 человек наши ноги молиться около стенки люди которые стоят они не считаются преградой и вся мебель которая у нас стоит его эти и сиски сиски скамейки это все тоже не считается преграды то что постоянно здесь но если пришли поставили какую-то здесь бандуру или еще что-то тогда там надо и убрать она считается преградой не в той степени и мы сказали здесь написано так человек присутствует поэтому я в конце сказал когда человек молится он должен знать перед ним стоит шкана когда чекнуть какого уровня шкана синагоги с меня нам конечно же это вообще другой уровень но где бы человек не могли бы находится бог находится с ним мусар на сегодня говорит так гетерара цифра сидим 102 155 глава это я цена ра то гляда че и лула я я цена ра шо леда лада маска рога шерека бела латова он есть хорошо для человека или плохо хорошо почему ему ли если вы горели цена ра не было за что ему давать награду за его добрые дела а таши стромбе габера лавы кофу фоба боба бобу рака душ бархуаре ешло сахар то сейчас когда он есть здесь есть и сыра ра и пытается его отговорить не служить всевышнему и он его побеждает он заслуживает награду для злодеев ецер то плохо для них и лула таану ецер то в ехоли маю лома ло я дамы мат и вошел ецер то почему плохо почему почему он им во вред потому что если бы решаем не знали что такое ецер то не знаю что какой-то ра митцвот не знаешь что такое хорошо они бы могли сказать на суде что мы никогда этого не попробовали мы не знали как это хорошо но сейчас когда у них ецер то тоже есть он им вред потому что они на него но в liked上ке вел path шум двор шум двор слу причин акадьошб тэш 2 себе мимо мне м Mak heeft машими девочкам да она просто не проигралиNA что хозяев работаю неct б 이� Care comer под Australia российский правду за той Faculty мне узнать provocative а я этой своей работы такихitar roles значительно realization что джеймер телекあれ thrilling по всему plantation 先 больше данные балансы у сахар которые привести состояния а если мы хотим Sawyu лин в 2014 году Он говорит, что он говорит, что он не может выдержать дискуссию. Что сделать, чтобы победить его? Он говорит, подумай, если бы сейчас было время инквизиции, не дай Бог. Все говорят, или нарушишь запрет Торы, или мы тебя убьем. Что человек делает? Человек говорит, я приму смерть, но не нарушу запрет Торы. Он говорит, и здесь не такое страшное испытание для тебя, что если он тебя побеждает? Подумай, если бы тебя заставляли, ты бы готов отдать свою жизнь. А сейчас ты сам сдаешься, если ты победишь его, то ты получишь эту награду. Человек должен побеждать, пока не наступят плохие дни, когда дни старости. Когда человек рядом говорит, а зачем мне эти дни? Кроме этого, это дни Машеха, когда нет награды и нет наказания. Там уже мы сказали, что будет только ЕЦРАТО. Мы сказали, чтобы человек получал награду, нужно ЕЦРАТО. И мы сказали, что ЕЦРАТО, и он подвесит, что ЕЦРАТО в ВЕСЕРАТО. Он согласен, чтобы человек не получает ЕЦРАТО. Поэтому в те, которые человек не позволит ЕЦРАТО исполнить, он должен их исполнить. Почему? Потому что это мы сказали, что он делает это ради Всевышнего. Он подтвердит свой ЕЦРАТО. Он не может сказать, что есть разные митцвы, одна большая митцва, одна маленькая. Я могу сделать маленькую игру и у меня есть 100 митцвов напротив него. Мы не знаем награду и важность митцвы. Поэтому то, что над человеком работает, он должен знать, что это его цикл. То, что ему тяжело исполнить, он должен знать, что это его цикл. И он должен это победить свою цикл. И Аллахан на сегодня говорит, Голосей, о clientela и футбе цикл Шпф. Как он готов вции и разъясняет, но он будет готов, но в прашаде мы стимулируем, курия-наче, что у них нет. accountable мне, почему они не имеют, и другие начинают Crimени. И главная митцвы не высохangen, и главная митцвы не высохновал. А главная митцвы не высохновал. И главная митцвы не высохновал. И главная митцвы не высохновал. рамбан говорит так когда человек начинает читать тору он должен начинать по суку который говорит что-то хорошее положительное и заканчивать по суку который говорит положительное например например у нас есть авторе 2 2 недели головы в которых записаны проклятие тот стоит алия читает она обязательно начинается с благословений и заканчивается после проклятия еще несколькими псу ким так есть несколько мест где бенешкай тоже например говорит ваш одну ах по моему поменять все дуры как написано поэтому говорит начинаем с хорошего и заканчиваем хорошим кроме парашюта азину где там разделено рамбан написал здесь 1 2 3 5 6 где они останавливаться дать почему-то потому что это слова упреков и они сказаны именно таким образом в этом месте нужно останавливаться для того чтобы люди услышали это поняли сделали чувак не разница кто читает разница потому что тот кто тоже что это может читать уранских может быть тоже так сделаем у иранска например они продают вот эту вот эту парашют продают вместе с десятью заповедь тот кто покупает 10 заповедей он бы как бы перевешивать на самом деле как они говорят наоборот чай кто это прочитает все эти проклятия мы обычно читаем одно из них до шабота одно из них до расширена это остается в прошлом году как мы их прочитали они как бы исполнились чтобы они и они не будут предварительным жизнь дальше драма шмона песок ким шебесов в тора мута ликро от там в веток месец поход мя сара а в репи шеккола тора и и у мошеми мипи адурам раху и у мошман шэм ахар митад мошэ харэ ништа 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 ну в лпккак мутал яхид ликро оттан он говорит 8 последних предложений в торе 8 последних песок ким в торе можно читать синагоги даже если нету 10 человек почему он несмотря на то что вся тора дана нам мошэ рабен но вот эти последние 8 сухим из них видно как будто это не мошэ рабену написал почему они говорят о смерти мошэ рабену так они немного и изменить и измененные как бы поэтому год может человек даже один из читать синагоги по торе наоборот где последний проклятие да и третьего он горит аллот шэ бветала Торонина энен навсэки мükзак бэм эйля эпх Satq fo Braun ото мэтгил и пасск шел в новом Он говорит, «Проклятий, который мы сказали в книге «Ваикра», «Коэн» не прервается, один это все читает от начала до конца, и потом еще один пасух после окончания этих «Проклятий» он читает. Проклятий, который в книге «Мишне Тора», в книге «Дворим», если хотят посредине прервать, прервать, имеют право. Но говорит сегодня обычно, что один начинает читать от начала и до конца, и читает еще несколько пасухим после окончания этих «Проклятий». На этом мы закончили хок-кнессалин сегодня.